Поселок с частным сектором остались брошены. Городская территория, но она вообще городом, городскими властями брошена на произвол, на выживание. Все микрорайоны города Саратова должны иметь все необходимое, что есть в центре. Школа, детские сады, поликлиника, парк отдыха, учреждения объекта культуры. Правильно было бы определиться с жителями, с каких дорог начать, какая дорога будет на будущий год заасфальтирована, потом следующая. Что касается соединений Жасминки и Поливановки, надо изучить эту ситуацию. Жасминка и Поливановки, я понимаю, что она очень важная. Мы говорили об этом. Здесь мы переживаем, что мы все здесь стали. Я это слышал, потому что мы изучали этот вопрос и видим, что жители переживают. Поэтому строительство этой перемычки будет параллельно со строительством путепроводки. То есть, если путепровод будет построен, поток пойдет уже равномерно, в зависимости от того, куда люди хотят поехать. Но не будет такого, что если встанет поток, где железная дорога, все рвануть в суде. Поэтому мы таким за зимний период подготовили проект двух объектов. Это путепроводки через железную дорогу Жасминки и, соответственно, в проекте этой перемычки. Либо смотрите на фасад, может, обход делаете. Если жители волнуются, что дверь будет в топ, сплошная. Есть там, наверное, вдоль железной дороги, она, конечно, длиннее, наверное, бюджет, там ляжется, что тяжелее. Может быть, там рассмотреться. Мы вот переживаем просто, мы не против. Вдоль железной дороги есть такая возможность есть построить городский поселок, потому что разгрузим поселок. А так, решая одну проблему, мы создадим другую. Мы одну проблему. Да, в город. Поэтому давайте подумаем. Вот все-таки здесь есть те, кто может подсказать, если в той железной дороге действительно есть возможность построить, пускай это будет немного более затратно, но это будет лучше, потому что в конечном счете мы же дорогу делаем для того, для людей. Нам надо запроектировать здесь новую современную поликлинику, правильно, да? И в рамках договоренности, которые мы сейчас с губернатором в итоге должны завершить реализацию проекта совместного федерального и регионального по строительству поликлиник, нам надо среди приоритетных задач построить поликлинику со всем необходимым оборудованием здесь, в Поливанах. У нас не может быть такого, что поселки частным сектором остались брошенными. Территория-то городская, дорог нет. Территория городская, поликлиник нет. Территория городская, свалка, отсутствие вылаза мусора. Территория городская, спортсооружений нет. У нас нет здесь принципа равных возможностей для человека, который проживает здесь и, более того, взял на себя содержание своего домовладения. Он же содержит свое домовладение, понимаете? Налоги платят за свое домовладение. Больше налоги, чем кто-то платит за свою квартиру. Тот, кто проживает в центре, вышел, и у него вся инструктура. А здесь ее нет. Поэтому нам надо обеспечить эту инструктуру. И вот это равенство восстановить.